привет всем подписчикам канала дневник рыболова ребята всем привет сегодня будем снимать ролик вы уже давно просили это рецепт домашнего технопланктона для ловли толстолоба и так рецепт простой изначально делаем классику без всяких заморочек их рецептов масса но остановимся на более сам ну на самом таком простом рецепте и так что нам понадобится обратите внимание это гороховая мука это панировочный можно заменить панировочный сухарь но моем случае это печенье топленое молоко вот переработанная также в панировочный сухарь и можно использовать сухое молоко но моем случае сухого молока не оказалось я использовал обычный магазин и этот самый технопланктон рассыпной вообще вообще если брать некоторые используют только вот этих два ингредиента вот вот это будет самый простой вариант но немножко сделаем заморочим его ну можно еще раз заменить обычным сухим молоком и так что мы делаем для начала всыпаем все в кучу обратите внимание что все идет один к одному то есть если там допустим бить и килограмм того килограмм того килограмм того нашем случае я взял все по 300 и как раз чтобы у нас в этот лоточек поместилась все теперь это все мы будем с вами перемешивать перемешивать можно ложкой и так все перемешали тщательно еще раз гороховая мука панировочный сухарь еще раз я заменяю допустим банировочный сухарь это печенье в топленое молоко и можно добавить еще им на сухое молоко или купить на рынке любой производитель неважно и на технопланктона вот эти три смеси можно остановиться на двух так теперь берем спрей тигровый орех и взбрызгиваем не мочево взбрызгиваем нашу смесь перемешиваем запах уже хороший мухая у нас не должно быть а просто немножко увлажненная только я уточняю что это именно для донной ловли я делаю сейчас технопланктон для поверхностной немножко другой рецепт ну немножко позже с ним так как у меня сегодня под рукой не оказалось всех ингредиентов которые мне нужны еще один разок уже на немножко потемнело у нас смесь тигровый орех неплохо показывается при ловле толстолоба не только и карп неплохо на него реагирует и так все как бы смесь мы нашу увлажнили немножко вот еще сверху сбрызнем и даем минут 10-15 и настояться так смесь наша настоялась ее можно использовать как обычную сыпучку добавлять пружину ну то есть увлажнить водичкой можно добавить еще даже аромы немножко вот забивать пружину ставить пенопласт и ловить я сейчас буду делать с них брикеты так ребята вот наша смесь ее можно использовать сразу увлажнять на водоеме использовать лоль для ловли в на пружину там на пенопластик но я кое-что еще сделано брикетов себе я знаю что вы будете задавать мне вопросы по поводу пресс-формы сразу говорю я ее не делаю я ее покупал в интернете поэтому если среди подписчиков есть люди которые делают эти пресс-формы для техно понтона напишите свои координаты пусть люди покупают у вас ваши изделия и так берем с бутылки леечка вставляем берем две неполные ложечки в нашей смеси насыпаем вставляем сюда каблетку вставим поршень и в пресс-форму так скажу сразу для донного техноплантона 5-6 тонн более чем достаточно вот а вот уже на поверхностные надо уже десятку летит машку давить более-менее потому что на дне он себя ведет более спокойно теперь для чего панировочный сухарь используется используется для того чтобы создавать гейзер то есть ну муть хорошую давай гороховая мука она идет как связующая хорошая потому что у нее очень хорошая вязкость но она сама по себе тяжелая вот так и начинаем прессовать до упора ребята оп есть так опускаем переворачиваем трубку я десятка два сделаю вот потом поедем на водоем уже там от снею фильм уловли вот сейчас выдавим обратно рецепт простой а главное вроде рабочий но были два раза вроде как бы работал нормально неплохо так мешаем поделим на сторонку так вот наш такой небольшой технопланктон получается так по крепости он неплохой сейчас проверим тест вот так вот отпрыгнул как резиновый еще один раз ну как видите вроде неплохой крепкий технопланктон получился вот так что пробуйте пользуйтесь рабочая смесь на поверхностной и немножко другие ингредиенты идут но у меня просто их сейчас нет в наличии потом приобрету мы обязательно для поверхностного снимем видео вот там должны были быть очень такие вот не очень но такие вот тяжелые частицы которые тянуть вниз должен быть это мутить и снизу создавать шар пыли аддоны соответственно ну нужен гейзер чтобы шел к верху поэтому такой вот простой обычный рецептик все продукты доступны так что всем пока ребята до новых встреч до новых встреч